Мы на месте. Мы при СМНС, интересуемся, готова ли она к проверке, доверить ли она нам свое биополе на период сеанса. Она доверит, но у нее лицо закрыто, она кивает просто в знак согласия, у нее на голове стоит, как цилиндр такой, сверху диск крутится, конструкция. И в ногах воронка у нее такая высокая. Воронка из ног выходит, идет в клетку-тюрьму. Скэнер просканирует сейчас Инессу на частоте этой голограммы, которая у нее над головой находится, подсвечивает все сопутствующие чипы, датчики, импланты, конвекторы, подключки, отключая их, выводи из тонких тел полностью. Все невидимое становится видимым, и как это выходит, отправляя в клетку-тюрьму. Готова. Так лучше, Инесса? Да, она за голову держится, в области ушей, так лучше. Жужжание ей надоело. А, так там жужжание было? Это не голограмма, это цилиндр и сверху диск над головой. Хорошо, сейчас найдем, кто это. Конструкция. Конструкция, да. Даю команду на счет 3, скэнер сканирует пространство над головой Инессы, под ногами 360 градусов вокруг нее. Скэнер сканирует все 7 тонких тел Инессы, находит все. У меня без вышел к воронке 9. Бес 9, хорошо. И гуманоид конструкции. Откуда ты гуманоид? Он с ориона, есть у нее еще синий дракон. Еще и синий дракон. И он небольшой, 89. А ты что делаешь с дракошей здесь? Он у нее в области груди и шеи, между двух чакр. Хорошо, и так, дракон, я спрашиваю, что ты здесь делаешь? Ну, пока он только получает ее тепло и энергии. А тебе давал? Ему нужно это тепло пока, чтобы окрепнуть. Тебя подкинули в это биополе? Да. Сколько ты находишься в этом биополе? Ну, как-то цифра идет непонятная. То есть он меньше двух месяцев, один месяц и 17 дней. Хорошо, я на два месяца напишу себе. Хорошо. Ты в квартире присутствуешь? Нет, он только ее теплом питается. Ему пока нужно ее энергии и тепло. У тебя есть подключки твои в биополе? Небольшое такое место, где он находится. Понятно. Идем дальше. Гуманоид Сариона, сколько ты находишься в этом биополе? Четыре месяца. Какая цель твоего пребывания в этом биополе и твоей конструкции? Энергии. Накопитель энергии. Это пока для начала. Установил он его недавно. Копии ты делал? Усилил совсем недавно. Нет, он не делал копии, он только собирал энергии. И нужно привыкнуть. И синхронизироваться к нему. Чтоб была возможность. А почему ей это нужно? Отщеплять. А что ты думаешь, она это будет делать? Добровольно отдавать тебе свои родные энергии, свой биоматериал, частицы души? Он этого не говорил. Он говорил, что его конструкция устанавливалась постепенно. Да. И стала работать сильнее некоторое время назад. И пока она собирает энергии, синхронизируется, сядет плотно, произойдет привычка. И только потом, может быть, будет достраиваться, будут установлены чипы ниже по телу. И тогда будет отщепление биоматериала и создание копии. Пока же на этапе спора энергии происходит подключка. Мне просто непонятно, что ты делаешь в этом биополе, гуманоид. У тебя есть контракт на пребывание в этом биополе. У тебя есть и разрешение на пребывание в этом биополе. Ты знаешь, что я нарушил большое количество межгалактических законов, запрещающих забирать человеческой души и любой другой души. Он не признает эти законы. У него свои законы. А, ты не признаешь. Ну хорошо, тогда я тоже остальное не признаю. В моих руках появляется шар живой плазмы. Один, два, три. Хорошо, гуманоид. Мы дошли до этого места. Он говорит, что ты не можешь не признавать законы, так как у тебя есть душа. И что? Я сейчас прошу разрешения у Инессы. Если у нее желание отдать тебе этот шар, ты находишься, ты ее заложник, а не наоборот. Если ты до сих пор этого не понял, посмотри где ты... В любом случае убийство непозволительно. Но если убийство непозволительно, то находиться в этом поле значит позволительно, да? На каких законах... По моим законам, да. На каких законах ты основываешься? Я твоих законов не знаю. А межгалактические законы действуют во всех галактиках. Убираешь шар, входит в меня. Нет, гуманоид, так дело не пойдет. Будем сегодня разбираться с тобой. Итак, Бес, сколько ты находишься в этом биополе? Четыре месяца. Что-то вы все здесь четыре месяца находитесь. Четыре месяца, четыре месяца. Где ты зашел в нее? Она зашла в воронку. Она зашла в воронку. И сколько в твоей воронке, Герц? У меня хорошая воронка. Была. Больше пятнадцати, доходит до шестнадцати. Это оружие, нападение, она будет сегодня уничтожена, Бес. Чтоб ты просто понимал, что здесь вокруг происходит. Хорошо, начинаем с реверса энергии. В процессе работы будут задавать другие вопросы. Даю команды тонкой копии. Нессис проецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам. Ответственным за чужеродную негативную патогенную низкоэберационную энергию в ее биополе. Каналы выстроились. Сущности, каждый подходит к своему каналу. Даю команды тонкой копии произвести отчуждение. Все чужеродные патогены низкоэберационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслифорг. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к кинессе. Что возвращается в эту конструкцию, Вера? Посмотри. Она как будто слышит разговоры чужие. Какие-то навязчивые звуки ей идут. Шли вернее, сейчас они возвращаются. Гуманоид, ты присутствуешь в квартире? У тебя есть там подключки? Нет. Бес, ты присутствуешь в квартире? У тебя есть подключки? Нет, без воронки присутствуют в ней. Хорошо. Реверс закончился. Устанавливали фильтры с золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса, Несса забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная и чистая. Один, два, три. Все, что не похитили, все, что не изъяли, мощным потоком пошло назад. Забираем из конструкции частички ДНК, частички души, весь биоматериал, все родные энергии. Все, что на чистоте и Несса находится, мощным потоком пошло назад. Дракона, сколько тебе лет в человеческих годах, ты не знаешь? Он не знает точную цифру, меньше полтора года. Меньше полутора лет, понятно, хорошо. Закончился реверс. Можешь не бояться, мы тебе здесь не угрожаем. Начинаем с вытаскивания, с дракона и начнем. Выходи, дракоша, вытаскивай все, что ты оставил на своей чистоте, отключайся, возвращайся назад. Готов. Гуманоид, на твоей чистоте что-то осталось еще в биополе, что мы не вытащили? Да, осталось. Подсвечивается красным цветом, сканер видит, просканируй сканер, найди эту подключку. Что ты оставил в биополе? Что это? Это там, где цилиндр соединялся, это область плечей, груди, вот здесь какая-то, как скоба такие. Хорошо, сканер, отключайте скобы, выводи их полностью. Вводи все, что там осталось. Готово. Отправляю в клетку тюрьмы, выстраиваю прямой канал от Инессы к этим скобам, и она реверсом отдает все негативные патогены, что она получила от них. Пошел поток. Здесь дискомфорт идет. Все выходит, все верно. Готово. Устанавливаю фильтр золотой сеточки на этот канал, и в порядке реверса забираю. Все чистые, светлые, божественные энергии. Все, что на чистоте Инессы находится мощным потоком, пошло назад. Возвращается что-то? А ей возвращаются энергии, и они встают на эти места, где дискомфорт был, заполняют их. Хорошо. Готово. И бес. На твоей чистоте что-то еще осталось? На руках что-то есть у него. Выходи, снимай. Отключайся. Возвращайся назад. Готово. Снял. Даю команду на рассинхронизацию Инессы с бесом, его воронкой, гуманоидом, его конструкцией, синим драконом и его платами. Пошла рассинхронизация. До 100% заканчивается автоматически. Готово. Даю команду скэнеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Честно. Хорошо. Помогаемой энергии отстегнуть все каналы на счет 3, 1, 2, 3. Удар. Отлетает канал, отстегивается. Открывая воронку в галактическое дро, канал улетает на переработку. Закрывая, печатая, растворяем. Готово. Хорошо. Проверку прошли. Синий дракон, ты больше никогда в это биополе не придешь. Ты это понял? Да, он понял. Открывай. Ты готов уходить? Готов уходить. Открывается портал наверху на чистоте синего дракона. 1, 2, 3. Синий дракон забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяем. Готово. Хорошо, бес. Я тебя первый раз отпускаю. Больше в это биополе ты никогда не зайдешь. Тебе это понятно? Да понял. Я уже. Отдай воронку. Отдай. Не отдам я тебе воронку. Это оружие преступления. Будет уничтожено. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте беса. Бес уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяем. Готово. Под его воронкой открывая портал в галактическое ядро, она уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Есть. Я прошу Ли выйти со мной на связь. На связи. Приветствую Ли. У меня гуманоид сориона, 4 месяца, конструкция была установлена, цилиндр, диск над головой. Вытащили все в клетке. Его заберем и подключку заберем. Хорошо. Готово. В клетке что-то осталось, Вера? Нет. Хорошо, идем дальше. Переходим к запачке энергии и подъема вибраций. Посмотри, сколько энергии нужны Нессе и какая частота вибраций. 390 и 26. На счет 3 макушку головы Нессы начинает поступать 7 высокоэбрационных потоков по 390% каждые. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ей цвета начинают поступать. Мощность потока усиливается. Частота вибраций поднимается до 26 Гц. Пошел подъем. Да. Синхронизируется энергия вибраций, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Несса, мы закончили вашу проверку. Как вы себя чувствуете? Очень приятное наполнение энергиями. Чувствуются сразу родные энергии. Вам никто не мешает заправляться родными энергиями каждый день. Только это решение вы должны принимать. Я делаю, но здесь это чувствуется по-другому. Это верно, да. Вы в матрице заправляете, здесь чувствуется намного интенсивнее. Хорошо. Вы закончили свою работу, будем возвращать вас назад. Для освоения энергии вибраций возвращаем тонкую копию Нессы в ее систему Биоробот Душа. Заводим, подключаем к каждому органу клеточки извилинки головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключайся от объекта, поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Продолжение следует... Продолжение следует...